Всех приветствую, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал RC Hobby Home. И сегодня мы окунемся в мир китайских поделок. А показать я вам хочу и продемонстрировать, как он работает. Очередное творение, достаточно старое уже, от компании Хайна. Да, многие его красиво перефразируют, но он Хайна. Это Хайна 1583. Данная модель поставляется с аккумуляторной батареей, поставляется с аппаратурой управления. Как говорят китайцы, она в 14 масштабе. Проверять мы с вами это не будем, но есть у меня сомнения. Сомнения у меня присутствуют по поводу 14 масштаба. Но то, как она работает, я еще раз говорю, вам понравится. Мне понравилось очень сильно. Давайте открывать, смотреть, что в комплекте и обсуждать. Поставляется данная модель вот в такой вот красочной, красивой коробке. Действительно, коробка прекрасная. С ручкой. Отнести домой ее вам будет легко. Внутри наш ненавистный, ну, во всяком случае, я его не очень люблю, пенопласт. Вот такой вот пенопластовый бокс. Коробочку убираем. Да, вот он вместе с ручкой вынимается. Ну, и инструкция. Инструкция нам расскажет, как же правильно подключить аккумулятор, установить батареечки, где что нужно закрутить и как вообще управлять данным устройством, данной RC моделью. Да, почему-то все время хочется сказать RC. Не знаю, почему. Радиоуправляемый трактор. Скажем так. Прежде чем открыть, скажу вам такую вещь. Я его уже достал и уже протестировал. Справа-лево. Да, где история. Вообще, человек, все время есть, не отрегулировано, правильно. И вверх. Не, не туда вверх. Не туда, а вниз. А-да-да. Тогда получается вот так. Да, как и большой. Один в один, кстати. Так. А-а-а. А-а-а, блядь. Нет, нет. Вот рядом. И вот так. Блядь, видишь? Тешело, он тык рывком. Ну, нет, у него есть мертвый ход. Ну, может. Да. Короче, он и заехать может, судя по всему. Судя по всему, да. Я пошел здесь немножко не тем путем, как делают все остальные обзорщики. Когда они показывают идеально новую из коробочки модель, а потом ее везут тестировать. Я не смог удержаться и отвез эту модель первым делом в клуб. И там ее оттестировал. Поэтому она будет сейчас вся пыльная и грязная. Это строительная техника. И я не стал ее мыть. Не стал мыть, чтобы показать вам еще и как она пачкается. Значит, комплект поставки. Конечно же, зарядное устройство. Зарядное устройство USB. На 1,2 ампера. На самом деле, данную зарядочку я бы пользоваться не советовал вам. Разориться и купить хотя бы какой-нибудь IMAX B6 mini или что-нибудь похожее. Почему? Потому что в комплекте идут вот такие вот аккумуляторы. Точнее, один, да, аккумулятор. Кто заказывает из Китая, там есть возможность выбрать. По-моему, можно два или три аккумулятора в комплекте получить. Это литий-ионный аккумулятор. На самом деле, давайте быть честными, это 18650 с разъемом XT30. Да, все. То есть, здесь единственный нюанс для меня лично, да, как для владельца остальных моделей. Это то, что у меня нет разъемов XT30. Хотя я, на самом деле, буквально, может быть, месяц назад, подумав, решил перейти на разъемы именно XT30 для подключения лебедок. Лебедки для подключения света на моделях. Уж больно он мне понравился. Он маленький, аккуратненький, легко все соединяется. Поэтому мне будет проще. У меня уже будет зарядное устройство нормальное, и я смогу заряжать. Аппаратура управления. Как говорят китайские друзья, здесь 22 функции, да, в нашем... 22 канала в нашем тракторе. Но, возможно, возможно. Аппаратура очень приятная на ощупь. Она... Это не просто пластик, да, он чем-то покрыт. Она матовая, она не скользкая. То есть, не скользит в руках, да. Вот видите, здесь глянец, здесь матовое все. Вот эти стики я уже накрутил. Они были отдельно. Вот такой вот алюминиевый стик с насечками. Очень удобно им управлять. Пальцы не скользят. Пальцы не скользят. Нефиксируемые стики. Видите? Основное управление у нас происходит экскаватором на левом стике. Управление с погрузкой, разгрузкой на правом стике. По-моему, так. Надеюсь, я, кстати, вас не обманул. Понятно, что 2,4 аппаратура. Все-таки мы не в 2000-х годах. На 4, я уже вставил сюда аккумуляторы. На 4 пальчиковые батареечки. Кстати, перешел на вот аккумуляторы. Ну, любые можете приобрести. Это, конечно, выгоднее, чем все время батареечки закупать. 4 батареечки. И достаем нашу модель. Первое, что мы сейчас с ней сделаем, мы ее сейчас взвесим. Потому что мне тут написал человек и сказал, что она нифига не весит. Чуть ли там не килограмм. И я фотографию выкладывал в инстаграм, кто видел. И типа, все это чушь. Так вот, это не килограмм. Сейчас я ее взвешу. Понятно, что без аккумулятора. Аккумулятор не весит ничего. Так, выкидываем опять. Выкидываем это. Вам его хорошо видно. Но он не маленький. Давайте честно. Ой, пенопласт это... Сколько? Сколько здесь пенопласта? Он не маленький. Сейчас мы его взвесим. И я вам расскажу целиком, из чего же он весь состоит. Кстати, я вот расстраиваюсь, что это не в желтый цвет покрашено. Вот честно. Вот если бы это было как-то вот все одного цвета, диски вот эти, было бы красивее. Так, включаем. Ноль. За что тебе подвесить? Ну давай вот, может вот так вот. 4195 вес. На самом деле... Так, теперь давайте расскажу. Неудобно было держать. А теперь я вам расскажу. Основной вес у модели, понятно, сзади, да? Чтобы развесить сам ковш. Но веса этого недостаточно. Он может поднять реально больше, больше, чем у него вот здесь вот развесовка. Что делают за границей? Сразу немножко тюнинга расскажу. Они вот эту часть откручивают и делают ее съемной. Под нее также располагают аккумулятор. То есть там противовес тяжелый лежит. Они туда еще и аккумулятор запихивают. Ну, вот не буду врать. Я пока так делать не буду. Я однозначно хочу сюда запихать еще противовесы. Я куплю грузики для балансировки колес. И вот сюда их внутрь наклею. Во все вот места, во все полости. Такое волнует, бля, здесь я вот куплю. Что-то пристают и пытаются забраться к ней. А это же все и строят. Да, тут нормально, там бывает. Ну а снизу что-то? А Шестер Да, ты его так берешь? Нет. Зыĩ, там нет. Так вот посыпушка сейчас, понятно, что. Я ей прикопаю. Что тут такой? Прекажки. Надо, куда возить ках. Такой же инстарidan, который взял, и блядь, типурят. Взял вот такой вот элемент и теперь вам покажу Вот это металлическая часть, ну как металлическая, это силумин, да? Давайте назвать вещи своими именами Силумин, силумин, пластик, пластик Да ладно, ну видимо из силумина здесь вставочки Потому что вот это все пластик Пластиковые, да? Этот у нас металл, пластик А вот это уже металл Получается, эта вся часть пластиковая Это у нас металлическая, да? Металл, и вот эта часть вся тоже металл Это круто, очень круто, потому что надежность, сами понимаете У такого элемента, ну мы можем сколько угодно говорить Что китайский пластик лучше металла, но здесь нет Здесь честно давайте скажу, качество металла очень неплохое Резиновые колеса, именно да, почему резиновые колеса? Потому что они резиновые, а бывают еще и пластиковые Нет, но что не понравилось сразу Колесам не дает плющиться внутренняя вставка Вот я нажимаю, да, это максимум того, что я могу продавить Это буквально там несколько миллиметров Сразу под резиной находится пластиковая вставка Ох, дорогие друзья, разобрал Резина не вклеена Резина достаточно плотная Значит, вот так вот выглядит диск Вообще без вклейки, без всего У резины, кстати, одна часть, видите Более низкопрофильная Другая более высокопрофильная То есть она стоит вот так вот Очень прикольно, интересно сделано Достаточно глубоко она туда заходит И поэтому, видимо, не выпадает Я что буду делать? Я, наверное, спилю немножечко здесь Да, подпилю его чуть-чуть Во всяком случае на одну ось сделаю пропил Чтоб одна ось чуть-чуть больше проминалась Но я думаю, так будет еще и поинтереснее Спадать резина не должна Вот Так что вот так вот Прикольно, мне понравилось Тема интересная Снимается просто колпачок И откручивается Посадочная Что-то типа хекса Но какой-то маленький хекс Не знаю даже какой Ну, понятно, что блокировка, да, на обоих Вот так вот Какие у него есть нюансы А, кстати, да Вес, который он поднимает Я посмотрел специально У меня есть блютуз-колонка Достаточно большая и тяжелая Весит она 1,8 килограмма Я посмотрел специально в инструкции Так вот он ее поднимает Не снимал это на видео дома Но подъехав Я держал Понятно, что я держал его сзади Потому что его перевешивает сильно Но он смог поднять Смог Как реализован механизм подъема? Здесь установлены Моторы И Внутренний винт Да? Стандартная схема Кто У кого были модели Модели компании Хайна Знают, что Это в основном Был раньше тюнинг Для их моделей Теперь они это используют На Ну, почти На всех дорогих моделях Также Все здесь на подшипниках Здесь вся модель на подшипниках Все шестерни у этой модели Металлические Нету здесь пластика Если кто-то Думает, что пластик Нет Здесь металл Очень много использовано Металлических элементов Максимально много Реально Вот есть канал Я не помню, как он называется На ютубе специально нашел Они там показали Они его целиком разобрали Мне это не хочется делать И показали, где везде у него Металлические элементы Моторы здесь, по-моему, 370 класса стоят Значит, здесь один мотор на ось Здесь полный привод Но он очень странно работает Вставочки я делаю И надеюсь, вы их увидели Посмотрели, да Как работает у него полный привод У него передние колеса крутятся А задние колеса почему-то Периодически не хотят крутиться Я не сильно понимаю Почему и как это сделано Сделано это на каком-то Программном уровне В регуляторе В электронике Которая установлена здесь Но это расстраивает То есть, кажется, ну чуть-чуть задралась Передняя ось Но он уже не может ехать Потому что колеса прокручиваются А задние нет Дернул сенсор Печально, но ничего страшного Я думаю, со временем Возможно, либо я придумаю Что-нибудь, либо кто-нибудь На ютубе выложит ролик С тюнингом каким-нибудь Также, что мне не понравилось В данной модели Что нету никакой подвески То есть, он полностью Вот полностью Абсолютно Весь Закреплен Жестко Ну, есть хода Маленькие Ну, совсем вот малюсенькие Хотелось бы чуть-чуть побольше Как это реализовать Мне кажется, возможным Также я нашел ролик Опять же, на ютубе Просто название Вбив данной модели Там народ делал Ну, такие схемы Знаете Пружинки какие-то От авторучек Ну, такое Больше детские схемы Возможно, там какая-то модель Совсем Не такая Ну, такое себе Также Опять же Тоже Заметил этот минус Нашел на ютубе Люди уже исправляют Они уже сделали сюда Такие наборы Походу даже Чтобы убрать Те нюансы Которые Хайна Сделала с ошибкой Очень Не высоко Подымается Сам ковш Давайте уже заводить Модель Я чувствую Сейчас из нее посыпется Все то, что Она убирала А убирали мы Отсев Легко Кстати, ковш полный До краев Она легко подымает Проблем никаких У модели Не возникает С подъемом Полного ковша Питание У данной модели Максимум Это 7,4 Максимум То есть никаких Трех S сюда Быть не может Очень печалит То, что Маленький Маленький Бокс Под аккумулятор Получается, что Кроме такого Аккумулятора Больше сюда не вставить Давайте ее включать Сейчас будет громко Я надеюсь Микрофон Хорошо Запишет этот звук Но он поганенький Давайте честно Звуковой модуль Здесь Ну такое себе Включаем Вот такой вот звук Вот смотрите Я поднял Переднюю часть Давлю на заднюю Он пытается ехать Но я могу Удержать Да То есть полный привод Но он работает Очень странно Вот кстати звук Да То есть Вот такой вот звук Его можно выключить У модели У этой Вот такая вот Переломочка Она фиксируется Из-за этого Не очень конечно Удобно Ну это С непривычки Возможно Если привыкнуть Все будет хорошо Полностью Пропорциональное управление Плавность Тоже присутствует Можно очень плавно ездить Как любят писать китайцы Типа Стронг Сильный Действительно Вот давайте честно Он достаточно Сильный То есть В нем стоят моторы Не слабые На поворот На На мосты Действительно Не слабые И это Честно говоря Приятно Им управлять Приятно Это уже не детская игрушка Нет Да Это детская игрушка Но уже Не такая Ну не совсем Игрушка Значит Реализация Подъема Достаточно Кстати Да Фары Фары у нас Включаются При езде Если мы включим Звук При движении Назад Появляется Звук Пищания Да Когда едет Вперед Светятся Фары На модели Интересно Получится Нет Не получилось Я хотел Обмануть Систему Надеялся Что сначала Включатся Фары А потом Он поедет Нет Он сначала Поехал А потом Они включились Значит Подъем Нашего Сейчас Подъему Это Максимальная Скорость Вот это Я считаю Минус И вот это Единственный На самом деле Давайте честно Это единственный Его серьезный Минус Вот это Вот это Высота Что делают Люди Люди Наращивают Вот эти Два элемента Делают Вставку Вот почти Вот такую Вставку Сюда Где-то Около 2-3 Сантиметров И меняют Вот эту Часть Но Что Нашел Я Я нашел На данный Экскаватор Комплект Комплект На Алиэкспресс Замены Вот этого Элемента На Вилки То есть Сделать из него Можно Вилочный Погрузчик И когда Мы это Делаем Мы сюда Делаем Вставку Она почти Наверное Где-то Сантиметра Полтора Два Быстросъемную То есть У нас Получается Быстросъем Мы можем Быстро Защелкнуть Часть Вилочного Погрузчика И быстро Защелкнуть Обратно Наш ковш Вот это Решение Мне кажется Интересным 1700 По-моему Я нашел Данный Комплект Стоит Сюда И я В мыслях Действительно Заказать его Потому что Во-первых Будет Можно И грузить Какие-то Элементы По поводу Кстати Грузить Сразу Скажу Вам Данная Модель Будет В клубе Любой Желающий Сможет Приехать Поуправлять Ее Аренда Будет Модели И действительно Вы поймете Насколько Это Интересно Для Пап С Детьми Я считаю Что это Вообще Абсолютно Просто Лучшее На данный Момент Предложение Потому что Это действительно Будет интересно Я с некоторыми Людьми Уже общался Кому-то Высылал Видео Как он Работает Спросил Было бы Интересно Они написали Все Да Как только Привезешь Мы сразу С удовольствием Приедем Будем С ребенком Управлять Играть И Учиться Действительно Обучение Где-то Занимает На него Минут 15-20 Чтобы Вообще Понять Как он Работает Если Кто-то Будет Говорить Что Это Очень Легко Это Нифига Не Легко Дорогие Друзья Серьезно Нелегко Совместить Вот Движения Вот Эти Это Красиво Смотрится Вот так А когда Вы пытаетесь Что-то Срыть Загрузить Выровнять На удивление На нем Работает Стандартная Тема Если Опустить Ковш И ехать Назад Он реально Выравнивает Какую-то Поверхность Действительно Очень Прикольно Он работает Он работает Точнее Они 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 Срязаны С Я уже Наверное Часа полтора С ним Играл Ну и Действительно Это Такая С одной Стороны Игра Здесь Сложно Назвать Это Игрой Потому что Управление Достаточно Сложное Очень Реалистично Себя ведет Эта Техника Вот Надеюсь Вам тоже Понравилось Достаточно Долгий Обзор Потому что Очень Интересная Модель Действительно Все функции У нее Рабочие И она Все Может Делать Одновременно Она Может И ехать И Под углом Переломать Себя В этот же Момент Она Может Нагружать Да То есть Здесь Многозадачность Это Уже Не Такая Игрушка Китайская Как Это Все Было Раньше Да У нас Раньше Что Было Если Мне Не Изменяет Память Они Сделали Первый Такой Погрузчик У него Как у Танка Работала Система То есть У него Стопорилась Правая Часть Левая Часть Крутилась И он Вот так Вот так Поворачивал Было Смешно Комично Но Когда Я увидел Эту Модель И Как она Себет И Как она Едет Я понял Что Ну Это Уже Давайте Честно Не Смешно И Не Комично Кстати Еще На Алиэкспресс Полные Наклейки Есть Полный Комплект Наклеек Которые Превратят Ваш Хайна Стронг Пауэр В Катерпиллер Это Прикольно Что В планах На эту Модель В планах Посмотреть Насколько Она Действительно Выживет Насколько Она Выживет То есть Не Просто Да Как И Обычно Раз в год Выезжать Она Будет В аренде В клубе И Любой Желающий Ребенок И Взрослый Сможет С ней Поработать Поиграть Поуправлять Поучиться Интересно Сколько Она Проживет День Два Три Ну Пока У нее Пробег Где-то Наверное Час Вот Но Когда Ты Враж Входишь Начинает Получаться Копать Это Действительно Круто Очень Надеюсь Скоро Приобрести Опять же Новую Хайну Новый Экскаватор Который Полностью В металле Я Кстати Свой Переделал И Мой Экскаватор Теперь Частично В металле Частично В пластике И он Теперь Нормальная И шикарно Копает Вот У Хайны Вышла Гидравлика Наконец То Я увидел Может Вышла Она И Давно Но Я Увидел У Хайна Уже Гидравлику Пока Дороговато Но Хочется Честно Очень Сильно Хочется Дорогие Друзья Спасибо Вам За Просмотр Я Надеюсь Нарежу Чуть Чуть Поменьше Чем Я Наговорил Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Пока Спасибо Всем Субтитры Не хочет Нижним Все Нижним Ложим Просто Так Ты Убираешь Твой Камер В Тайор а до этого ты упирался в ковер на себя еще Фор, ты видишь, ребят, гуляют, а жопа, видимо, один включается. Субтитры создавал DimaTorzok